Белая гвардия. По какой причине она была создана? Силы, которые боролись, очень разные. Диаметрально противоположные, мы об этом уже говорили. И, строго говоря, они выжидали и участвовали, безусловно участвовали в том числе и внутриполитической борьбе в России. Какую роль сыграло белое движение в истории России? Они готовы были отдать часть страны, нашей Российской империи, каким-то импунцам на Дальнем Востоке, каким-то французам, неизвестно где, там, в Крыму, каким-то там итальянцам, бессарабам. Почему Белая гвардия не пользовалась поддержкой жителей страны? Высший командующий генералитет и офицерство с народом, это были совершенно разные силы. Они не пересекались никогда между собой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мало кто знает, что организационное оформление Белой гвардии началось с момента разрыва юридической преемственности российской государственности после свержения Временного правительства и ликвидации учредительного собрания в октябре 1917-го, январе 1917-го года. Фактически офицерство, уже генерал там, генералы там, высший там, командующий генералитет, и офицерство с народом, это были совершенно разные, как бы, силы. Вот, они не пересекались никогда между собой. Это вот отрыв дворянства, о котором много говорили и до 1917-го года, и потом вот ученые после уже в советский период говорили, это на самом деле был абсолютный факт. Однако программное оформление Белого движения началось еще раньше, с момента подготовки выступления генерала Корнилова. Организация Белой гвардии завершилась после установления власти Колчака и признания его ведущими военно-политическими центрами на севере, северо-западе и юге России. Характер Белого движения полностью проявился в личностях руководителей Белых фронтов, которые сочетали в себе качества как военных, так и политических лидеров. В первую очередь это генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Колчак, Враньев, атаманы Тутов, Краснов, Семенов. Возникновение Белой гвардии это тоже такая некая историческая загадка, потому что изначально никто этих офицеров не притеснял. Ну, там набили им морду, так им били им морду и при Керенском, на фронтах, мало ли кому морду не бить, там солдатский комитет везде были, погоны посрывали, так им погоны и при Керенском посрывали. Политика большевиков сразу же встретила сопротивление части населения страны, интересы которых были затронуты революцией. Подписанный в марте 1918 года Брестский мир с Германией лишил страну огромных территорий и предполагал выплату Германии огромной контрибуцией. Это вызвало недовольство большей части населения, традиционно воспитанной в духе русского патриотизма. Негативно отнеслось население и к распуску большевиками учредительного собрания, считая это отходом от обещанных демократических изменений. Против большевиков выступили партии и движения, которые отражали интересы владельцев собственности, дворян и буржуазии. Гражданская война в России началась по сути с того момента, когда Николай II в феврале 1917 года пытался направить карательный корпус генерала Иванова на подавление восставшего народа. Кровь не пролилась из-за отказа солдат подчиняться приказам офицеров. Следующий этап гражданской войны – вооруженное столкновение в начале июля 1917 года между демонстрантами и правительственными войсками, когда по приказу Временного правительства демонстрация была расстреляна. Но и это еще не все. Следующий виток гражданской войны непосредственно связан с Корниловским мятежом в июле 1917 года. Ну, Корнилов-то пытался какой-то Корниловский мятеж несчастный сделать, который был задавлен, по-моему, самими же Корниловцами. Вот. То есть, не было предпосылок, чтобы вдруг началось белое движение такое. Потому что, я говорю, всех офицеров отпустили. Отпустили по честное слово. Что вы будете воевать против революции. Честное слово? Да ладно, просто. Оттаю честное офицерское слово. Да иди. Он пошел. После прихода к власти большевиков вооруженное столкновение классов стало неизбежным. Изначальными целями Белой Гвардии были освобождение России от большевистской диктатуры, единство и территориальная целостность России, созыв учредительного собрания. Но почему Белая Гвардия избрала себе белые цвета? Происхождение термина Белая Армия связано с традиционной символикой белого цвета, как цвета сторонников законного правопорядка. Белыми их стали называть большевики, чтобы связать их в сознании масс с прежней монархистской Россией. Сами сторонники Белого Движения называли себя добровольцами или русской армией. Для того, чтобы сражаться за белых, нужно убежать прежде всего туда, где они формируют свои на начальном этапе весьма нестойкие формирования. Поэтому участие в Белом Движении как раз всегда было очень серьезным выбором, очень большим риском, и, как мы знаем, риск этот не оправдался. Собравшийся 26 октября на экстренное заседание ЦК партии кадетов принял решение об открытой борьбе с большевизмом. В ответ в ноябре советское правительство приняло декреты об аресте вождей Белого Движения против революции. В феврале 1918 года представители партии кадетов создали Союз Возрождения России. А в марте этого же года Савенкову был образован Союз Защиты Родины и Свободы, целями которого было свержение советской власти, установление военной дептатуры и продолжение войны с Германией. Однако в мае 1918 года заговор был раскрыт, и многие его участники арестованы. Они готовы были отдать часть страны нашей Российской империи каким-то импонцам на Дальнем Востоке, каким-то французам, неизвестно где там, в Крыму, каким-то там итальянцам, бессарабам. Не знаю, как это, как можно было служить шавкой при хозяине. Это были офицерские, это поругание офицерской чести в первую очередь. Ядро Белого движения составляли боевые генералы и офицеры, участники Первой мировой войны. Весной 1918 года Белая гвардия стала концентрироваться в Донской области, где начала формироваться добровольческая армия. Генерал Каледин, избранный атаманом Донского казачества, стал стягивать казачьи войска к Ростову. К ним присоединились офицерские отряды добровольцев. Захватив Ростов, они повели наступление на Донбасс. Однако население Донской области не поддержало Каледин. Тогда Каледин сложил свои полномочия и в тот же день застрелился. Командование добровольческой армии возглавили генералы Корнилов и Демикин. Наступление Красной армии на Донскую область вынудило добровольческую армию покинуть Дон и отодвинуться к Екатеринодару. Первый штурм Екатеринодара закончился поражением Белых. При штурме от случайного снаряда погиб генерал Корнилов. Новый главнокомандующий генерал Демикин захватил Екатеринодар, где было создано антибольшевистское правительство. Силы, которые боролись, очень разные. Диаметрально противоположные, мы об этом уже говорили. И, строго говоря, они выжидали. И участвовали, безусловно участвовали, в том числе и внутриполитической борьбе в России, поддерживая те или иные силы. И вообще, вот там очень, конечно, динамичная ситуация развивалась, и она менялась буквально каждый день. Вот буквально каждый день. И ничего не было предрешено. Белое движение оформлялось и в Сибири, где верховным правителем России был провозглашен адмирал Колчак. И на северо-западе, где также было создано северо-западное правительство, в состав которого вошел генерал Юденич. В марте 1918 года, в ответ на ратификацию мирного договора с Германией и Лондоном, на конференции премьер-министров стран Антанты, было принято решение об интервенции в Россию и оказании военной помощи Белому движению. В марте 1918 года англо-франко-американские войска высадились в Мурманске, а японские во Владивостоке. Английские войска заняли Баку и Новороссийск, французские, Одессу и Севастополь. Когда началась интервенция, произошел раскол в офицерском движении. Притом ровно пополам. Половина пошла в Красную Гвардию, потому что уже начали формироваться рабочие полки и начала формироваться РККА, назовем так. А половина ушла, не приняв идеологию РККА, во всяческие добровольческие армии, грубо говоря, банды. Офицерская ли она банда, Махновская ли она банда, это банда, и Колчак это банда. Потому что она юридически неправомерна. Поэтому это банда, называя вещи своими именами. И раскололась. В обстановке военных действий Белое движение исходило из приоритета военной диктатуры. Белые правительства сочетали функции законодательной и исполнительной власти. Особое значение получали аппаратные бюрократические методы управления. Представительная власть или не играла никакой роли, или сводилась к совещательным функциям. Белое движение стремилось к легализации во всероссийском масштабе. Для этого использовалась персональная и юридическая преемственность. Как от дофевральской, так и от дооктябрьской России 1917 года. В конечном итоге это привело белогвардейские правительства к признанию единой общероссийской власти в лице адмирала Колчака. И к признанию основных положений его программы. По линии военной миссии Антанты шло также давление на директорию, на комитет членов учредительного собрания, чтобы Колчак получил высокий пост. То есть в общем и целом метаморфоз, скажем так, в какой-то политическом поведении Колчака в общем не было. То есть у него была в принципе одна линия поведения, которую он проводил. Признание общероссийского центра обусловило стремление к общности политических программ и координации военных действий. Общность проявлялась в принципиально схожем решении основных вопросов российской действительности в условиях второй смуты. Осуществить военное взаимодействие было нелегко, но и здесь удалось достичь результата. Но полного единства добиться было сложно. Следовало учитывать и региональную специфику того или иного фронта, и политические симпатии лидеров. Но общие положения политического курса были одинаковы. Общая для всех белых режимов державная символика общероссийского характера. Бело-синий-красный национальный флаг, двуглавый орел, официально утвержденный российским правительством гимн «Коль славен наш Господь Сион». К лету 1918 года три четверти территории страны были заняты группировками и правительствами, выступавшими против власти большевиков. Основная ставка антисоветских сил была сделана на армию Деникина. Под его командованием Донская казачья армия и Добровольческая армия объединились в вооруженные силы Юга России. Снабженная союзниками оружием, обмундированием, боеприпасами, эта армия начала движение на север. Вот эти вот добровольческие отрядики, все эти колчаки, вранги, Леденикини, они закричали, что мы должны совместно с международными силами бороться против красных. И тем самым лозунг «Единные недели» мы похоронили. Поэтому в среде офицерства они вызывали некий негатив. Это были продажные, продажные офицеры, коллаборационисты, называясь умным языком. Уже зимой, в 1919 году, войска Деникина установили контроль над Северным Кавказом. А в июле-начале августа 1918 года части Чехословацкого корпуса и белогвардейцев заняли Симбирск, Уфу, Екатеринбург и Казань. Мало кто знает, что к концу лета 1918 года Белая гвардия захватила три четверти европейской территории страны. Советское правительство объявило о всеобщей мобилизации в Красную армию и создало революционный военный совет. Был также создан Совет рабочей и крестьянской обороны, во главе с Лениным. А в воинских частях был введен Институт военных комиссаров. В ходе гражданской войны уже потом большая часть офицерского корпуса, участвовавшая в событиях, потому что кто-то мог вообще прекратить это участие, большая часть она как раз оказалась на стороне красных. Но это естественно, потому что Петроград у них, Москва у них, и профессионал, естественным образом, ну если у него нет какой-то жесткой дюсинкразии к большевикам, он может начать им служить. В ответ на ряд кушений на большевистских лидеров, в том числе на Ленина, в сентябре 1918 года советская власть объявила Красный Террон. Начались массовые расстрелы политических противников власти. Северо-западная армия генерала Юденича дважды пыталась взять Петроград, но каждый раз наступление проваливалось. В середине ноября 1919 года армия Юденича отступила на территорию Эстонии, где была интернирована. Силы антибольшевистского сопротивления на востоке России осенью 1918 года были консолидированы в Омске, где находилась директория. Именно сюда, в октябре 1918 года, прибыл адмирал Колчан. Кадеты в Омске высказывались за установление военной диктатуры. И в Колчаке они видели человека, пригодного для роли диктатора. В данном случае он был, скажем так, в значительной степени марионеткой зарубежных сил, хотя марионеткой, у которого были довольно широкие права и возможности. То есть в этих рамках он получал довольно большую самостоятельность. Именно поэтому он был именно признан верховным правителем, причем очень быстро. Власть Колчака признали руководители основных формирований белых в других районах России, в том числе Деникин и Юденич. Колчак сохранил коалиционное Омское правительство, и в его руках оказался золотой запас России. Он получил также военно-техническую помощь от США и стран Антанты. Самые крупные успехи армии Колчака пришлись на март-апрель 1919 года, когда они заняли Урал. Колчак упорно придерживался принципа единой неделимой России, и в июне 1919 года отверг предложение Монаргейма двинуть на Петроград 100-тысячную армию в обмен на признание независимости Финляндии, которое уже стало фактом и без санкции Колчака. После поражения главных сил Колчака и армии Юденича летом 1919 года, основная ставка белого движения была сделана на армию Деникина. Если говорить о белом движении, то как бы Деникин на тот момент играл более важную роль. То есть Юг России, он был таким сосредоточием борьбы. И там было больше и политических деятелей старых, и было больше командного состава, то есть более известных генералов. Это было именно протяжение Юг России. Летом 1919 года войска Деникина овладели Донбассом, Крымом, Харьковом, Царицыным и начали движение на Москве. Однако сил для развития успеха у белых не хватило. Кроме того, отряды Махно, прорвав фронт Белой Гвардии, разрушили их тылы и отвлекли на себя значительные силы армии. Армия Деникина начала отступление на юг. В январе 1920 года Красная Армия взяла Таганрог, Ростов, Киев, Царицын. В марте того же года главные силы Деникина были разгромлены, а их остатки эвакуировались в Крым. Деникин сложил с себя обязанности главнокомандующего и объявил своим преемником генерала Врангеля, а потом эмигрировал. К началу 1920 года последним бастионом Белого движения оставался Крым. В октябре 1920 года части Красной Армии под командованием Михаила Фрунзе перешли в контрнаступление, а в ноябре взяли Джанкой, Симферополь, Севастополь и Керчь. Вот что интересно. И Красные Комиссары именно этот принцип поддержали. Именно старый российско-императорский принцип царской армии они поддержали. И поэтому, когда начиналось «Я тут Троцкий, я тут главный, а ты, Фрунзе, помолчи», сразу шло наверх, сверху он говорит «Вы будете делать то, что решил Редвоенсовет». Не важно, кто ты, Троцкий или Фрунзе. Весной 1920 года была создана Дальневосточная республика, ставшая буферным государством между Советской Россией и Японией. Провозглашение ДВР способствовало предотвращению прямого военного конфликта между Советской Россией и Японией и выводу иностранных войск с территории республики. Однако, опасаясь укрепления Советской России в Приморье, японские интервенты и белогвардейцы путем переворотов пришли к власти во Владивостоке. Бременное Преамурское правительство состояло в основном из членов Белой Гвардии, которая перешла в наступление и заняла Хабаровск. В феврале 1922 года армия ДВР под командованием Блюхера перешла в контрнаступление и разгромила белогвардейцев. Именно гражданская война началась быть такой жесткой, потому что то офицерство, которое руководило частями Красной Армии, считало, что оно борется против предателей. А то офицерство, которое руководило частями Белой Армии, считало, что он борется против продавших идеалы офицеров. И поэтому это был внутренний конфликт именно в офицерском корпусе. Не в этом, не в крестьянах, которых от Сахи взяли, дали ему трехлинейку, навесывали ему красную ленточку здесь, белую ленточку здесь и давайте друг друга на штыки тык. Таким образом, на основной территории бывшей Российской империи была установлена советская власть. Советское государство не вошли. Польша, Финляндия, страны Прибалтики, получившие независимость согласия советского правительства, Западная Украина и Западная Белоруссия, вошедшие в состав Польши, и Бессарабия, присоединенная к Румынии. Победа большевиков в гражданской войне была обусловлена рядом факторов. Антисоветские силы отменили действия большевистского декрета о земле, защищали помещичьи землевладения и тем самым оттолкнули от себя крестьян. Даже в относительно обеспеченных землей в казачьих регионах беднейшее казачество не пошло за белым движением. Есть более классический фильм, который специально посвящен этому вопросу, называется «Красная площадь». Он двухсерийный, и в первой серии как раз герой Шалевича, который является офицером, не хочет идти в Красную армию, говорит, что сейчас начнется междоусобица, а я за Россию, я не хочу, чтобы убивали друг друга, соотечественники. Но в конце концов логика событий его приводит к тому, что нужно действовать на стороне той армии, которая вот есть сейчас у России. Лозунги белогвардейцев о единой неделимой России восстановили против них население национальных окраин. В то же время признание большевиками равноправия и самоопределение народов, лозунги интернационализма стали основой участия национальных меньшинств на стороне большевиков. В отличие от лидеров Белой Гвардии, большевики искали и находили союзников во всех слоях, даже среди представителей царского генералитета и офицерства, перешедших на сторону советской власти. Большевики проявили хорошие политические и организаторские способности, привлекли на свою сторону широкие массы крестьянства и рабочих. Они сумели в условиях блокады мобилизовать материальные и людские ресурсы на борьбу с Белой армией и интервентами и одержать над ними победу. У них были кадровые офицеры в руководстве армии. Кто-то ушел просто вот опять к роялю бокал шампанского. Да, горит это все синим пламя. Кто-то ушел и сказал, в рабочие отряды и сказал, что у вас не хватает квадрифицированных военачальников. Давайте мы вас будем учить хотя бы как винтовку держать в руках. Вы рабочие, я понимаю, что ты хорошо стоишь у станка, но ты бей, штыком, кали, прикладом бей, ты не знаешь, давай, я тебя научу. И их брали. Русская трагедия для обеих сторон продолжалась и после окончания гражданской войны. Как известно, победителей в братоубийственной войне не бывает. В 1921 году Деникин писал, «После свержения большевизма, наряду с огромной работой в области возрождения моральных и материальных сил русского народа перед последним с небывалой еще в отечественной истории остротой встанет вопрос о сохранении его державного бытия, ибо за рубежами русской земли стучат уже за ступами могильщины, и скалят зубы шакалы в ожидании ее кончины. Не дождутся. Из крови, грязи, нищеты духовной и физической встанет русский народ в силе и разуме». Конфликт был между офицерской костью, между офицерской честью. И в зависимости от того, у кого сильнее оказалась идеологическая платформа, она как раз оказалась у той части, которая пришла на сторону красных, они и победили. В этом, как говорится, трагедия белого движения. У них не было единой платформы. Белое движение потерпело неудачу в первую очередь на фронтах гражданской войны. Историки до сих пор не могут дать однозначного ответа на вопрос о причинах поражения белых арм. Между тем, достаточно взглянуть на соотношение сил и средств сторон в период решающих операций гражданской войны. И станет очевидным их кардинальным и все возраставшее неравенство, не позволившее белым рассчитывать на успех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова